Владимир Гончаренко приехал из Перевального. Пять лет назад женщина, управляя автомобилем, въехала в торговую точку предпринимателя. После судебных тяжб водители обязали возместить ущерб. После нескольких платежей дама пропала. С проблемой Владимир обратился к специалистам Федеральной службы судебных приставов. Вот сейчас я хочу обратиться к начальнику АГИС Красногвардейского района, чтобы мне помогли этот вопрос отрегулировать. Оказывается, мужчина затянул с обращением в ведомство, но проблема все-таки решаема, рассказывают специалисты. В настоящее время нужно обратиться в Алуштинский суд и получить исполнительный лист на ту сумму, которую указала апелляция после пересмотра в апелляционном производстве. Опять же, вы его предъявляете для исполнения по месту жительства Сипаренко. Она в Красногвардейске, насколько я понимаю. Да, да, да. И в зависимости от суммы приставами будут проверены имущественные положения, в том числе будут производиться удержания и заработные платы. Все очень просто. Лилия Наримановна, заместитель начальника косметрной службы, очень доходчиво и просто объяснила мне, что мне надо сделать в настоящей ситуации. Очень доволен. День единого приема граждан проходит по всей России. Обратиться со своим вопросом может каждый, даже из отдельного региона. В этом помогает ведет связь с другими субъектами. Для чего это сделано единое по всей России? Потому что есть граждане, которые живут, к примеру, у нас здесь в Крыму, а у них взыскание находится в Москве, где угодно, в Санкт-Петербурге, в другой области какой-то. И для того, чтобы решить у них нерешаемый вопрос, как бы посредством телефонной связи может не связаться, или еще они могут прийти к нам. Мы выйдем в режиме видеоконференц-связи с руководителем того территориального органа, где находится их неисполнительное производство. И уже в режиме онлайн человек позадает вопросы для того, чтобы решить свои какие-то насущные проблемы. Специалисты будут рассматривать взыскание задолженности, в том числе и алиментов, а также вопрос ограничения права выезда за пределы Российской Федерации. Сотрудники ФССП напоминают узнать о своих долгах легко. Стоит лишь зарегистрироваться на сайте и ввести свои данные. Штрафные санкции вступают в силу, если долг более 10 тысяч рублей.